Дым сигарет, пусть даже с ментолом, вредит здоровью. Об этом в Сочи заявили в громкоговорители, запретили курить в общественных местах. Проект «Сочи. Город свободный от курения» победил во всероссийском конкурсе «Здоровая Россия» и был признан лучшим молодежным проектом. Так, курорт поддержал федеральный закон номер 15 об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, который был принят в стране в 2013 году. В итоге антитабачный закон серьезно ограничил права курильщиков, которых вытеснили из ресторанов, спортивных объектов, вокзалов, аэропортов и других общественных мест, где теперь нельзя дымить. Если игнорировать ограничения, есть риск получить штраф. Именно об этом сегодня напоминали курильщикам сочинские полицейские. Вы находитесь в общественном месте, где курение запрещено. В вашем отношении будет составлен админициативный протокол по статье 6.24 о нарушении запрета курения в общественном месте. Нарушение статьи 6.24 КОАП РФ влечет наложение админициативного штрафа в размере тысячи рублей. Вы согласны с данным нарушением? У вас есть возможность его оплатить? В течение 40 дней вы обязаны оплатить штраф. Если вы его не оплатите, то тогда будет уже действовать статья 20.25 о том, чтобы принудительное взыскание с вас штрафа. Факт вреда табака подтвержден списком самых опасных заболеваний, которым подвержены курильщики. И цель рейда – защита здоровья россиян. Для Сочи же это приоритетная задача. Город – и бальнеологический курорт, и спортивная столица. Поэтому сочинцы – за свежий воздух. Заядлым же курильщикам напомнили, что в городе есть места, где не действуют запрет курения. Ребят, если вы хотите покурить, то есть есть для этого специально отведенные для курения места, где человек может покурить сигарету. В принципе, это правильно. Я понял, что стоит курить в общественных местах. К рейдам подключилась и молодежь. К полицейским присоединились члены городского студенческого совета. Ребята находят общий язык со сверстниками. Многим даже помогли бросить вредную привычку. Я очень негативно отношусь к курению, когда молодежь ходит по улицам и курит, когда проходит очень много мам с маленькими детьми, и проходят мужчины, которые курят, а не только мужчины. И когда сидели на детских площадках ребята и курили, ну это не очень красиво, даже просто человеческий фактор. Это неправильно. Там маленькие дети. Для этого есть специально отведенные места в городе, где можно также спокойно отойти и покурить, но не делать это в массовых местах, где очень много людей и детей. За полгода в России дымящих нарушителей антидобачного законодательства оштрафовали на 70 миллионов рублей. Все эти нарушения закона фиксируют сотрудники полиции. В основном нарушают действующее законодательство гости нашего города. В текущем году было выявлено сотрудниками полиции более 4 тысяч таких нарушений. По всем случаям был составлен административный материал, и мы впредь будем проводить подобные совместные рейдовые мероприятия, поэтому мы хотим предупредить всех жителей, особенно гостей нашего города, соблюдать действующее законодательство. Вслед за полицейскими на антитабачную акцию выйдет и сочинская общественность. В рамках хартии «Сочи без табака» властями города приняты решительные меры по борьбе с курением.